Всем привет! Говорят, ряженка при большой температуре начинает закипать. Сегодня мы с вами проверим это утверждение, сравнив новый Core i9-10900K с самым топовым настольным процессором от AMD Ryzen 9 3950X. Ну и заодно вы сможете увидеть, на что способны 16 ядер в играх и нужны ли они вообще. Думаю, за 1000 долларов обычным геймерам они точно не нужны. Но как говорится, тест покажет. Оба процессора являются лучшими настольными камнями у обоих компаний. Так что в этом видео вы сможете наблюдать битву самых топовых процессоров современности. Объективным это сравнение назвать трудно, ведь по цене Ryzen 9 3950X чутка дороже интела. Но он и содержит на своем борту 16 ядер и 32 потока, тогда как i9-10900K может похвастаться только 10 ядрами. Кстати, во время тестов я тут немного понял, что именно по Ryzen 9 3950X можно определять оптимизацию игры для работы с большим количеством потоков. Однако почти все игры до сих пор не научились распараллеливать нагрузку на такое огромное количество потоков. И поэтому большая часть ядер Ryzen в основном простаивает. Так что назвать Ryzen 9 3950X игровым процессором сложно, потому что прирост производительности от его ядер минимален. А вот в цене он обогнал даже новинку от Intel. Если в двух словах обрисовывать Ryzen 9 3950X, то это 16 ядерный процессор, который имеет на борту 64 мегабайта L3 кэша, турбобуст до 4,7 гигагерц и сумасшедшую производительность рабочих задач. Ну а перед тем как перейти к тестам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунда делов, а мне будет приятно. Оба процессора тестировались в токе, так как i9-10900K и Ryzen 9 3950X выжаты почти на полную уже из коробки. И жарить яичницу ради 100 МГц как-то не очень хочется. Для сокета iM4 была взята материнская плата X570 Aorus Pro. Для Intel использовалась материнка Asus Rockstrix Z490F Gaming. В обоих системах стояло 16 гигабайт АЗУ Corsair Vengeance RGB Pro на условно-народной частоте 3600 МГц. За обработку пикселей отвечала топовая видеокарта PolyDual RTX 2080 Ti. Все тесты проводились в Full HD разрешении на максимальных настройках графики. В Assassin's Creed Odyssey по среднему FPS первое место достается Core i9-10900K. Однако эта игра одна из немногих, которая идеально оптимизирована на многопоток. И поэтому 16 ядер дают Ryzen 9 3950X победу по очень редким событиям. Hitman 2 Core i9-10900K уверенно забирает победу опередив Ryzen 9 3950X на 17% по среднему FPS. Однако по очень редким событиям Ryzen держится очень сильно и практически догоняет i9-10900K. В третьем ведьмаке расстановка сил уходит Ryzen. Многократное тестирование этой игры, а именно 5 прогонов, все равно отдали победу Ryzen. Однако Core i9-10900K хорошо дышит ему в спину и какого-то сильного проигрыша не наблюдается. В Kingdom Come Deliverance победа опять достается Intel. Он опережает Ryzen 9 3950X на 9% по среднему FPS и на 7% по редким событиям. В PUBG оба процессора показали отличные результаты, а по очень редким событиям Ryzen даже вырвался вперед. Но i9-10900K все равно остается лидером в этой игре. Сноураннер Ryzen проигрывает, а i9 рвется вперед с неплохим таким отрывом. 18 кадров по очень редким событиям придают ему еще большую мощь. В CS GO отметить особо нечего. В бенчмарке этой игры как всегда запредельный FPS. Но в глаза бросается только просадка Ryzen 9 3950X по очень редким событиям. Когда i9 по этому показателю уверенно держится впереди. В целом оба процессора показали себя очень сильно. 16 ядер не сильно помогли Ryzen, так как игры особо не понимают, что делать с таким количеством потоков. Но возможно в будущем Ryzen 9 3950X станет каким-то народным 16 ядерником, как в свое время был 8 ядерный AMD FX. Стоит ли покупать Ryzen 9 3950X для игр? Однозначно нет. Для игр вполне хватит Core i9-10900K или Core i9-9900K. Конечно, если вам нужен максимальный FPS. А Ryzen 3950X больше подходит для рабочего класса, которые помимо игр могут загружать все 16 ядер специализированными программами. Также этот процессор неплохо смотрится для стриминга игр. Ведь лишние 12 потоков в сравнении с Core i9-10900K дадут ему немалый прирост обработки записи в прямом эфире. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok